Привет всем бьюти маньякам, любителям хорошей уходовой декоративной косметики. В этом видео я поделюсь своим честным мнением, обзором на бюджетную уходовую косметику и кое-что из люкса для проблемной кожи. Этот ролик является продолжением предыдущего видео о 5 простых правилах против акне и вредных привычках, которые портят нашу кожу. Него я оставлю в инфобоксе и также для удобства просмотра внизу под этим видео есть тайм-коды на случай, если вас интересует обзор на какой-то один конкретный бренд. Всем приятного просмотра и не забываем про лайки и комментарии. По поводу умывания лица и, боже, что у меня есть! Это то, что я привезла из России, когда мы были в командировке в России с мужем. Кстати, мы целый год прожили в Сибири, в сибирской такой настоящей, можно сказать, деревне, там, где были все радости для моей кожи. Ужасная водопроводная вода с добавлениями разных примесей. Настолько хреновая была вода, что даже после единичного использования душа полностью вся сантехника покрывалась белым каким-то ужасным налетом. После одного раза. Ну и, естественно, плитка, ванна, все было просто в этом белом налете. За этот год я убила свою кожу так, как я, наверное, никогда в жизни ее не убивала. Восстанавливала я эту кожу довольно долго. Сейчас прошло полтора года с нашего момента приезда в Японию и, наконец-то, моя кожа более-менее вернулась в мое нормальное состояние. До того момента, как я уезжала в Россию. Начну я с своего личного позора. Это чистая линия. Скраб для лица очищающий, глубоко очищает, выравнивает поверхность кожи 100% натуральные косточки. То, о чем я вам и говорила в начале этого видео. Какой черт, кто меня дернул купить этот скраб? Лично мой позор. Человек, который долгое время жил в Японии, пользовался лучшими японскими косметическими брендами. И тут я приехала в Россию, увидела вот это, и у меня какая-то взыграла просто ностальгия. Чистая линия. Вспомнила молодость, в школьные годы. И не знаю. Вот, в общем, черт меня дернул под руку и купила я себе вот этот ужасный скраб. Вот этой ужасной воде, о которой я говорила, плюс вот этот скраб. Это просто замечательная комбо для того, чтобы ваша кожа просто убилась. Просто убилась. Убить вашу кожу. И все. Но я его не выкинула сразу. Я его еще притащила с собой зачем-то в Японию. Зачем я его притащила? Я его попробовала еще в Японии с хорошей водопроводной водой. А вдруг это все-таки не скраб? А вдруг вода во всем виновата? Но нет. Даже с хорошей японской водопроводной водой он у меня вызывал жутчайшие подкожники. Вот этот замечательный абрикосовые косточки скраб. Жалко было мне его выкинуть. Я такой человек, знаете, девушка хозяйственная в доме. Везде всему найду применение. Я решила использовать как скраб для кожи тела. И, о боже мой, на коже тела этот скраб у меня также повызывал различные маленькие такие вот прыщики. То есть и на руках, сразу после его использования, буквально на следующий день, вот на руках, даже на ногах, на спине, на пояснице, в общем, куда я его наносила, в этих и во всех местах. На следующий день у меня благополучно, правда, немного, но все равно вот были высыпания. Ну и тогда я дала ему последний шанс и уже использовала как скраб для ступней, для пяточек. И вот, случилось чудо. Это средство как скраб для ступней, для пяточек. Это прям великолепный скраб, отличный скраб. Он отлично отшелушивал мне пяточки, смягчал. В общем, средство как скраб для ног, это во, это класс. Но, пожалуйста, не как средство для лица нельзя, ни в коем случае, даже для тела нельзя. Следующее мое приобретение, пока я была в России, это матирующий гель для умывания от бренда Nivea, для склонной к жирности кожи. Глубоко очищает то, о чем я вам говорила, сохраняя природный баланс увлажнения кожи для ровной кожи без жирного блеска. Морские водоросли и технология Hydra IQ. Что здесь IQ, я тоже не совсем понимаю. В принципе, по сравнению со скрабом чистая линия абрикосовой косточки, это средство, конечно, будет выигрывать. Тут все-таки ненатуральные скрабирующие компоненты. И так сильно, конечно, кожу он травмировать не будет. Но лично для меня, вот летом я использовала его в Японии, летом очень жарко и безумная влажность, 90-80 градусов. И летом я его использовала один раз в две недели, может быть, в 10 дней, как скраб для лица. Здесь, конечно, по-моему, рекомендуется его использовать для ежедневного умывания и утром, и вечером. Я бы делать это, конечно, никому не советовала, тем более с людям, которые страдают акне с открытыми высыпаниями. Как я уже говорила, при использовании таких средств для умывания во время массирования лица, ваши, скажем так, вот эти беленькие, которые гнойнички есть на лице, высыпания будут благополучно сдираться, и вот это все содержимое разносится по лицу. То есть это средство невозможно никак суперделикатно, супераккуратно использовать на проблемной коже. Но когда у вас кожа будет идти уже на выздоровление, не будет каких-то явных открытых таких вот воспалений, начнутся, возможно, постакны, тогда да, такое средство можно использовать. Но оно мне, честно говоря, не очень понравилось. В принципе, вот эту банку я целую, практически целую. Я его всего раза 4, не более 5 раз использовала в течение лета и отдала мужу. Но муж у меня очень сильно полюбил это средство, хотя у него атопическая кожа, он страдает атопическим дерматитом, и на лице время от времени, особенно в зимний, в сухой период, у него тоже бывают разные проблемы с кожей. Ну, очень интересно, вот он использовал уже половину вот этой упаковки, и на данный момент пока что еще ничего негативного с кожей не случилось. Возможно, как такое средство для умывания для мужчин, именно как мужской уход за кожей, для очищения кожи, это средство будет идеальным. Но для нежной, для женской, тем более проблемной кожи с акне, к сожалению, ну, не знаю, я бы не стала его использовать. Ну и, конечно, я не могла обойти стороной средство от L'Oreal. Как же так? Как же так? Столько лет! Я практически 10 лет не была ни в России, ни в Украине, и тут, по прошествии 10 лет, я ворвалась в наш русский хороший косметический бьюти мир. Я решила, что я хочу вновь попробовать. Моя ностальгия меня заставила опять использовать те средства, которые я когда-то использовала в школьный период, в период, когда я училась в институте, купила его прямо перед отъездом, стоит оно у меня уже год практически, и вот, и как вы можете наблюдать, я его использовала, ну, вот, наверное, вот, практически полная упаковка. У меня что-то мне не понравилось в нём, не понравилось мне в нём, это то, что, когда использовала я это средство, у меня были жуткие покраснения, у меня не было, оно не вызывало акне, новых прыщичков у меня не было, но у меня очень сильно, именно в области лба, у меня, наверное, здесь какая-то особо чувствительная сухая кожа, он вызывал у меня вот в этой области такие большие красные пятна, вот это средство, поэтому я им не особо пользуюсь. Но это уже, конечно, такой конкретный настоящий скраб, который нужно использовать, как здесь написано, два-три раза в неделю, избегая области вокруг глаз. И следующие два средства, я их просто не могла не включить в это видео, так как заявляет сам бренд, эти средства, они призваны для борьбы с проблемной кожей, для лечения, для борьбы с акне. И этот бренд, русский бренд Mixit, собственно, агрессивная реклама этого бренда добралась даже до меня, человека, который жил в Японии, пользовался японским инстаграмм, и у меня постоянно была вот эта агрессивная реклама этого бренда Mixit, российская реклама этого бренда в моем японском инстаграме постоянно высвечивалась, плюс всякие блогеры, инфлюенсеры активно трясли этими банками в инстаграме, в общем, какой классный новомодный молодежный бренд. И, конечно, когда я попала в Россию, естественно, я не смогла пройти мимо, мне тоже надо, мне тоже надо, я тоже хочу попробовать, а что такого-то? Ну и купила себе я вот такие парочку средств для себя от этого бренда, кстати, купила, по-моему, еще и пилинг у меня есть, который абсолютно не работает, абсолютно ничего не делает, но что касаясь этих двух средств, первое у нас это анти-акне маск, маска, которая призвана бороться с акне. Это средство не делает абсолютно ничего, и я его использовала совсем немножко, совсем чуть-чуть, наносила даже на всю ночь это средство, тут, по-моему, так и рекомендуется, что его можно наносить на всю ночь, либо на 3-2 часа, и на 2-3 часа я на всю ночь наносила это средство, но с акне не делает абсолютно ничего, ничего, от слова совсем. Плюс ужасные, отвратительные упаковки у этого бренда, я не знаю, где, когда, зачем, почему заказывает такие отвратительные упаковки этот бренд, я, конечно, понимаю, что это не суперлюксовая косметика, но, насколько я понимаю, она в России также и не стоит 2 рубля, она не стоит совсем дешево, то есть это такой средний ценовой сегмент, и для такой цены вот такие вот отвратительные банки, ужасные помпы, ну, что это такое, это позор просто, или как бренд вообще считает, что для российского потребителя, наверное, вот такие вот отвратительные, хлипкие, непонятные упаковки, это что-то в норме вещей, типа для российского потребителя и так сойдет, ну, нет слов. И следующее средство это Аха Революшн Софт Пилинг, 5% гликолевые кислоты, гликолевый оксид, в общем, средство, это мне на удивление понравилось, использовала я его практически все, осталось вот совсем немножко, но, опять же таки, не совсем хорошая упаковка, не совсем качественные, хорошие помпы, какое-то все дешевое, все какое-то хлипкое, как будто игрушечное. Честно говоря, в Японии есть магазины, сеть магазинов, называется Хякуэн Шоп, это магазины, в котором продается все по одному доллару, там есть разные товары, даже косметика, товары для дома, в общем, все-все-все есть в этих магазинах, и там продают пустые баночки для косметических средств, честно говоря, даже в этом японском магазине, где все по одному доллару, качество вот таких вот пустых обычных баночек, пластмассовых с помпами, с распылителями, намного гораздо качественнее и лучше, чем у бренда Mixer. Вот что касается самого пилинга, повторюсь еще раз, средство мне понравилось, конечно, не стоит наносить, как я уже говорила, на свежие высыпания, но в период, когда нет активных высыпаний, средство мне это понравилось, оно очень деликатно, нежно очищает кожу, также здесь, по-моему, написано, что можно его нанести на 10 минут, и после чего помассировать и смыть теплой водой, или можно сразу же на мукрую кожу наносить, как, собственно, обычный скраб для лица, оставляет после себя хороший эффект увлажнения и такой мягенькой кожи, пилинг, в общем, неплохой от этого бренда. Использовала я вот такую вот термальную воду от Avene, была у меня еще такая огромная банка от Uriage, и маленькая миниатюрка от La Roche-Posay. Самая моя любимая термальная вода, это, конечно, от бренда Avene. Покупаю этот бренд, я, точнее, термальную воду от этого бренда уже не знаю, сколько раз, я, наверное, не пересчитаю за всю свою жизнь до этого момента, сколько я вот таких вот баночек на себя использовала. Термальная вода от Uriage, у меня был всего лишь один такой большой флакон, я пожалела, конечно, что купила сразу огромную такую банку, она мне не очень понравилась. И после этого я решила еще немножко поэкспериментировать и дать шанс другим брендом с хорошей термальной водой. Это следующая моя покупка была La Roche-Posay, но в этот раз я уже не совершала свою фатальную ошибку, не покупала сразу полноразмерную огромную банку, взяла вот такую миниатюрочку, и она мне тоже не понравилась. И все-таки в итоге я вернулась к своему любимому бренду. Кстати, если вы пробовали термальную воду вот этих трех брендов или какой-то другой бренд, пишите, какая у вас любимая термальная вода, мне будет интересно почитать, кого больше. Но моя лично, это мой фаворит, термальная вода от бренда Avene. Она отлично успокаивает кожу, убирает покраснения, какие-то раздражения, и это просто мой незаменимый помощник в зимнее время. Именно в зимний уход, по уходу за кожей лица, я использую, всегда включаю вот эту термальную воду от бренда Avene. Какая-то из этих двух, или Урияш, или La Roche-Posay, скорее всего, по-моему, La Roche-Posay у меня наоборот вызывала обратный эффект. У меня были от нее какие-то как покраснения на коже. В общем, она у меня вызывала какой-то негативный, раздражительный эффект на коже. По-моему, именно да, вот эта вот вода от La Roche-Posay. А термальная вода от Урияш мне не понравилась тем, что она мне подсушивала кожу. Точно, она мне, по-моему, подсушивала кожу. И это довольно странно. Следующий наш лот – это бренд BioDerma. Насколько же я обожаю бренд BioDerma, а именно мицеллярный гель для умывания, для снятия макияжа. И термальную воду. У меня были разные термальные, да сейчас стоят два вида термальной воды. Это увлажняющая и для чувствительной кожи. Конечно, термальная вода от этого бренда – это самая лучшая лично для меня термальная вода. Моё разочарование, точнее не совсем разочарование, это вот такие два средства, точнее линейка Sebium. Это Sebium лосьон и средство для сужения, для матирования пор. Покупала я его в надежде, что оно будет мне помогать в моей борьбе с акне. Абсолютно никакие воспаления, никакой акне лечить эта серия не будет. Призвана она лишь для того, чтобы держать сальные кожные выделения, в общем, весь Sebium под контролем. Если вам нужна косметика уходовая, которая будет держать Sebium в течение дня под контролем, у вас очень жирная кожа, может быть, я думаю, вам эта линия от Биодерма понравится. Но так как я ошиблась, возлагала на неё немного другие ожидания, ставила перед ней другие задачи, она мне не совсем понравилась. Но справедливости ради могу сказать, что никаких новых воспалений или покраснений, раздражений у меня от этой линии не было, ни вот от этого крема, ни от этого лосьона. Использовала в момент, когда у меня были какие-то высыпания или могут быть высыпания, я всегда использую поверх непосредственно, точечно нанося на сами высыпания, вот такую вот мазь, это японская мазь, купила её я в японской аптеке. Ну тут на картинке, собственно, и нарисовано, что это мазь для акне, помогает в борьбе с акне, лечит кожу, можно наносить либо сразу непосредственно на воспаление, я так и делала, когда у меня слишком такие болезненные активные воспаления были, я наносила это средство сразу на кожу, именно на сами воспаление, после того, как средство впитывалось, дальше я уже наносила свой уход, уходовый крем или молочко, эмульсию. И также это средство можно использовать как средство для борьбы с постакне, с образованием пигментных пятен от постакне, и, конечно, оно предотвращает, лечит появление угрей, появление прищиков. Средство против борьбы с постакне, с пигментными пятнами, естественно, конечно, оно подходит для лечения, предотвращает появление прищиков, угрей на коже, и также производитель заявляет еще, что оно предотвращает появление веснушек. Еще один продукт, который будет неплох, как дополнительный уход для проблемной кожи, это масло, увлажняющее масло от бренда Clorans Treatment Oil, то есть лечебное масло для жирной и комбинированной кожи, масло с лотосом, моя версия это масло лотоса. Как самостоятельное средство, я бы, конечно, для проблемной кожи, когда у вас активные высыпания, сразу на эти активные высыпания наносить я бы не советовала, но как дополнительный уход, как последний штрих или последний этап в рутине, например, вечернего ухода, это средство мне нравится. Наношу его я всегда именно уже на крем. То есть, когда я закончила полностью свой весь уход, беру буквально одну, максимум две капли, хорошенько растираю в руках, согреваю масло и уже прикладывающими движениями наношу на все лицо, избегая области вокруг глаз больше. Я думаю, не нужно наносить этого масла, и именно такой тип нанесения лично мне подходит больше всего. Когда я наносила это средство просто на кожу, на сухую кожу или на кожу после лосьона, и так хорошо, обильно сразу поливая из пипетки свое лицо, у меня от этого масла, кстати говоря, были небольшие воспаления, были небольшие прыщички. То есть, наверное, все-таки оно склонно немножко, скажем так, негативно влиять или как-то закупоривать поры. Такой способ нанесения я, конечно, делала только перед сном. Днем я никогда не делала. Тем не менее, на утро у меня было одно-два воспаления, но именно одна-две капли, хорошо растертая между ладонями, и совсем немножечко нанести этого средства сверху на ваш ночной крем, скажем, как такой финишный уход, мне это средство понравилось. У меня, конечно, еще очень много разных хороших и не очень хороших средств, которые я хочу вам показать, рассказать разных историй. В общем, немного еще есть чего вам рассказать и показать, но для сегодняшнего видео, думаю, достаточно всех тех средств, которые я вам показала, рассказала свои пять пунктов. Обязательно попробуйте придерживаться хотя бы неделю, и вы увидите результат. Это буквально простые действия, которые стоят 0 рублей 0 копеек, но они действительно действенны. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно подпишитесь на канал. На сегодня это все, до новых встреч, пока-пока!